Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре такие универсалы телематчи от компании Колмик, тоже новинка на российском рыболовном рынке 24 года. Моделька называется Эмблема, выпускается в трех длинах. Это 4 метра, 420 и 450 с тестами 30-120 грамм. Кольца СИК надежные, в такой силовой, можно сказать, раме, колмик. Дальше, как и у многих моделях Колмик, в пакетике идут разгрузочные кольца и тюльпан, который одевается на хлыст. Здесь у нас три разгрузочных кольца на хлысте, имейте это в виду, ну и, соответственно, тюльпанчик. Сделано это для того отдельно, чтобы в процессе транспортировки не было поломок. Ну, соответственно, одевать все эти кольца на хлыст никаких проблем не составляет. Тюльпанчик клеится на клей момент секунды, желательно водостойкий, ничего обрабатывать не нужно. В общем-то, несколько секунд и удилище готово. Дальше идет разгрузочное кольцо, одно на втором колене, и после хлыста уже каждое колено армируется такой специальной силовой лентой, которая, в общем-то, обеспечивает дополнительную надежность и прочность. Следующее колено точности также имеет подвижное кольцо. Опять же, сделано такое количество подвижных колец для того, чтобы правильно распределялась нагрузка на весь бланк и чтобы избежать каких-то поломок. Катушка-держатель достаточно надежный, под брендом Колмик здесь установлен. Катушечка сюда влезает хоть четыретысячную, но, как бы, сами понимаете, не всегда это нужно, хотя некоторые эти матчи у нас уже используют на Карпа, на Амура, поэтому, в общем-то, люди даже предпочитают сюда четырехтысячные с байтрайнером ставить, и вот такой вот гибрид, не знаю, какой удочки у них получается, но, тем не менее, вот ловят и очень довольны. Имейте в виду, что вот этот тест 120 грамм, это достаточно мощные удочки, которые могут применяться при ловле крупной рыбы. Естественно, при правильном грамматном вываживании вы сможете вываживать там рыбешку на 10 килограмм карпа и так далее. Ну, и, соответственно, как форелевые варианты универсальные, сомовьи, некоторые используют на живца, на щуку ставят, ну и так далее. Значит, как я сказал, в серии всего три модельки разных длин по углю. Производитель здесь не заявляет, какой уголь стоит, но, по моим ощущениям, это порядка 24-30 тонн. Ну, дорогой уголь здесь не нужен, здесь главная надежность и долговечность. Я измерил все расстояния, то есть это длина рукояти, это диаметр бланка вот в этом месте, транспортную длину, вес и так далее. Потому что не верю я каталожным значениям, а измеряю все это сам. Пожалуйста, по ссылке перейдите, кому это нужно, посмотрите на сайт магазина, в раздел этих удилищ, где их можно и заказать, купить. И там вы увидите более подробные характеристики технические. Имейте в виду также, что мы возим запчасти, то есть мы сможем предоставить вам запасные части. Пока это так, не знаю, что будет в будущем, но на данный момент мы занимаемся запасными частями. И более того, вы сможете их бесплатно получить в период действия такой акции, если вы подпишетесь на три социальные сети нашего магазина Multifish, Telegram, ВКонтакте и YouTube. Также вам дается бессрочная гарантия на заводской брак. Я думаю, давайте разложим, посмотрим строить их удилищ. Итак, друзья, 4 метра ровно. Тест напоминает 30-120 грамм. Вот такая палочка. Мощная, чувствуется, запас просто огромный. Давайте нагружаем. Смотрите, как построен. Я вторую руку подключаю. Мощная, очень мощная палка. Карп, сом, форель, сазан. Это ее. Значит, 420-я. Строй быстрый. Посмотрите, просто как рапира. Тут же она выпрямляется. Я трясу достаточно жестко. Давайте нагрузим. Как вы видите, то же самое. То есть запас огромный. Мне даже руку больно уже левую. С таким вот напряжением держать. Вот вторую я подключаю. Да, то есть здесь, ну, сом на десятку совершенно спокойно. И 450-я. Хоть длина и не сильно разница у них, да, но 450-ю в руках держу. И разница особо, честно говоря, от 420 или ровно 4 метра не испытываю. Примерно одинаково они в руках лежат. Смотрите, то же самое. Мощные палки. Ну вот, посмотрели. Я думаю, что каждый подберет себе нужную длину. Действительно, удилища мощные, надежные, универсальные. В общем-то, надежность из главный козырь, да. Комплектуются, точнее, поставляются удилища вот в таком чехле. И вот в таком чехольчике защитном у нас стоит такой чехольчик на кольцах. Жесткий пластиковый чехол, надежный. То есть на него можно практически наступить, ничего с ним не будет. Чехольчик недорогой, из синтетического материала. Завязочки вверху. Дальше уже ничего нет. Ну, как бы прошит достаточно качественно. Ничего плохого такого сказать не могу. Вот сколько мы их уже продали, через мои руки прошли. Ну, чехлов рваных я не видел. Кому понравилось видео, пожалуйста, нажмите. Вот такой пальчик вверх под видео, кнопочку подписаться. Всего вам доброго и до новых встреч.